Добрый вечер. Добрый. Маленько повыше сделайте голову. О, отлично. У меня гость сегодня приехал на причастие. Вон он. Подходи. Сейчас увидишь. Здравствуйте. Ну-ка садись сюда. Рядышком. Вот так. Надо как-то чтобы видно. Не так. Вот сюда вот. Ко мне. Ко мне ближе. Вот. Так. Ну, у меня просьба такая. Снимать-то можно снимать. Что называется для внутреннего пользования. Но выкладывать не надо. Потому что то, о чем я буду говорить, некоторым внешним, ну, как бы сказать, знать лучше не нужно. Так давайте так сделаем. Мы, которые отдельно, мы отрубим от этого. Не говорите. А сначала просто говорим об общедоступном. А потом, которые тайны, мы отдельно запишем. Оторвем и все. Потом мне трудно это будет выхлестывать. Ну, на самом деле, вот в чем дело. И мне трудно будет это вычленять. Ну, ладно, говорите. Ну, ладно. Ну, назначи хоть до времени до какого-то. Прям жалко. Ну, ладно. Я обозначу, что можно лучше не говорить. Вот как вы думаете, кто самые большие вредители для вас? Самые большие кто? Вредители. Кто самые вредители? Ну, как вредители? Где? В сельском хозяйстве или где? Для вас. И для дела проповедей. Да. Ну, раньше как считалось? Если человек остался живой, то из рук НКВД было трудно вырваться. Когда я поехал в Америку, меня там спрашивали, после моих выступлений, я же выступал, как вам повредило КГБ? Я говорю, никак. Считается, КГБ самый главный враг. Ничуть не бывало. Они меня сделали известным. Вы меня пригласили, оплатили дорогу. Как бы ни они, меня бы не посадили. У меня не было бы этого опыта. А я за них молился. И у меня отношения такие хорошие. Мы перезваниваемся, поздравляем. Который меня, самый главный, патрулировал по МГБ. Это он, полковник. Ко мне на дом приезжал, книги покупал. Сказать самое-самое. Я знаю три врага. Только три. Первое. Это дьявол, падший с неба, ищет кого поглотить. Второе. Поглощающий этот мир. Дружба с миром. Вражда против Бога. И третье. Ты сам посмотри в зеркало. Вот все в этом. В трех врагах. Ну, я бы еще, знаете, добавил бы вот кого. Восторженные почитатели. Ну, на кого как действует. Огонь и воду, и медные трубы. Медные трубы труда переносить. Ну, на кого как действует. Вот тут у меня почитатели. На днях появился какой-то человек. Ну, биография написана. Закончил МГУ. И вот он начинает меня нахваливать. Прямо по подписи делает. Там пророк последнего времени. Да такое. Да вы говорите. Как вы отвечать будете? Я ничего не могу сказать. Я говорю, Никита, напиши ему, чтобы он этого не делал. А я его ударяю. Он никак. Ну, я через день его в черный список занес, и все. Почитатели были у Павла. 16 глава Деяния Апостолов. Она кричала, синий человек, и возвращает путь спасения. Ну, он сразу в черный список занес, и все. Вот. Потому что наши почитатели, которые, они, к сожалению, дают уверенность, что мы всегда правы. Вот. И поэтому, на самом деле, для меня всегда самые лучшие друзья – это обличители, пусть даже несправедливые. Вот здесь я, ну, последние наши события, связанные с проблемой со скайпом, с ютубом и записями, подняли достаточно очень серьезную проблему. Я хочу сказать, никого только не называйте по фамилии и имени. Нам легче тогда будет с роликом оперировать. Мы знаем, как говорится. Конечно. Да. Но, кстати, в принципе, здесь другое дело. Внимательно надо почитать ютубовскую инструкцию. То есть, если просто называется чуит имя и фамилия, абсолютно, то есть, если есть лик, что называется, то есть, лицо, и там есть подписи, титры, и они как-то названы, что этот человек, этот человек, в принципе, может нанести какие-то, ну, претензии. А если просто о ком-то говорится, ну, это, на самом деле, напрямую разглашение личных свойств, он делал что-то у него такое, это 5-10, это да. А в данном случае это будет прямое нарушение гласности, и поэтому, ну, с одной стороны, даже хорошо, что людей не надо говорить. Так, так вот, вот я насчет хочу чего поговорить-то. Вот, тем более, что вы в свое время готовились к терроризму, куда бьет опытный боец своего противника? Куда бьет? Да. Куда бьет опытный боец своего противника? Вы понимаете, словоопытный, вот это вот, где, вот эта вот грудина заканчивается-то, это первый удар, который делает, это и в тюрьме, и в армии, и когда учат, первый, он сразу теряет человек, направление, самое главное у него где. Но, когда показывает вот зона, фильм, и он когда зашел туда, а он японец, посадили, в советской тюрьме сидит-то, ну, тут один чемпион уже был почти мира, там, боролся, как он говорит, это ерунда. А вот он заходит, ну, и на него там был, он так вот пальцем только ткнул, другой кинулся, он опять пальцем только ткнул, и как-то кашляет. Он в это время уже залез на их кровати, сидит, свернул ноги, ни один не подходит. Поняли, здесь нельзя. Он прирожденный ниндзя, самурай, и он день и ночь учится. Ткнуть одно только место, но надо не промазать, все кончено. Он сидит, а бывает одним пальцем, он как учит специально. Эти точки знают очень мало людей, специально учит. На самом деле, я здесь спрашиваю такого в духовном смысле. То есть, на самом деле, опытный бойец всегда бьет в самые больные или незащищенные места. Так ли? Да, конечно, так. Вот, и поэтому, вот в связи с последним как раз искушением, вот, как вы считаете, куда в основном бьют, то есть, по каким темам, по каким вопросам, скажем так, пять самых распространенных ударов ваших оппонентов? Понимаете, вот если их брать, что они грибут все подряд. Я скажу, что... Пять главных, пять главных, постоянно повторяемых вопросов, по которым... Ну, в первую очередь, монашество. Так. Монашество. Они не договаривают. Вот, сейчас на меня... На самом деле, сейчас просто перечисляем. Ну, я перечисляю. Монашество. Так. Крещение. 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 Война. Война. То есть, мы говорим, что христианин – это пацифист. Мы не берем оружие, но нас все служат на альтернативной основе. За это меня епископ трепал наш. Вот. О чем дальше? Мощник. Мощник, мощь, о мощах. О мощах хватает. Поговорим. Вы спросили, я говорю, о чем это, особенно так было. Много разговора о русском языке. Я сторонник русского языка. Нас епископ грозился, не знаю как, но отступился и сам стал переводить на русский язык. И все говорят, надо же, братья Лапкины, переломили епископа и втихие. Вот. За это на меня главные были нападки. Почему? Потому что я по этим темам постоянно везде говорю. Ну а больше что там? Может что-то я упустил? Ну как ни странно, на самом деле отношение к войне и отношение к русскому языку это не критичные. Ну да, это болевые точки, но на самом деле многие могут вполне термимо относиться. Тем более, что мы знаем, это свободный выбор христианина, воевать или не воевать. По русскому языку сейчас идут много людей, которые выступают. То есть это на самом деле не критично. Давайте еще добавим. Еще какие-то... Но война, где война, вы имеете ввиду, я не повторяю, там и присяга, присяга, это одновременно война и присяга. Давайте так, на самом деле это не критично. Это на самом деле не самые болевые точки. Так, брат, Михаил хочет сказать что-то. Я хочу сказать, что... Отношение к епископату, подчинение епископу. Что? Подчинение епископу. Они на это упирают, что он не подчиняется епископу. Но у меня не было... На самом деле пусть он сам отвечает. Это тоже... На меня не было ни одного обвинения, епископу не подчиняюсь. Ни от кого и никогда. У меня самые дружеские отношения с епископами. Просто братские. Но я думаю, вот это главное. На что они... Я хотел сказать, что у нас был один ушел, который в то время у меня было 4 книги открытым оком. А их 33 сейчас. И он пытался показать, что вот я говорю, что католики правильные делают, что у них на опресноках. Он что написал по этому... И эти все переписывают. Они дальше не идут. Они не считали. Они ленивые. Если бы на начале копать дальше, это 4 тысячи. 124 ответа моих. Разбор патриарха Алексея. 60 вопросов. Митрополита Кирилла. Там Козл... Максим Козлов. Потом Юрасова. На мнение могли бы многое наскрести. Но они не считают. Они ленивые. Я знаю, что можно на меня набрать. Есть еще, на самом деле, две болевые точки. Кстати, последняя, это как раз проблема с Ютубом. Да, вот. Это же серьезное искушение. Нет, никак. Я просто... Понимаете, меня очень трудно брать. Почти невозможно. Я благодарю. Я всех поднимаю. Мы молимся и молимся сейчас. И на душе у меня благость. Господи. Это в последнее время мне награду они просто увеличивают. Они ничего не сделали. Я сплюнул в своей постельке. Ем, что хочу. Нет. Теперь я перенес на свой... На самом деле, есть еще одна болезнь. Есть еще очень болезненная. А? И есть еще болезненная. И, собственно говоря, критика из Томска об этом указывали. Ну, что-то я, может, не обращаю внимания. Я просто усиливаю молитву и все. Я не достигаю для них. Не достигаю. Это экономический статус вашей общины. Видите, у меня сейчас уничтожили. Вот сейчас власти там пошли на это. Ну, я не знаю, подкупили как и уничтожили все ресурсы. Ничего нету. На меня это никак не действует. Я для Бога сделал. Вот я отдаю библиотеку книги. Представьте, я 9 лет не вылазил из-за компьютера. Печатал. Ну, сам делаю набор. Тома под 750 страниц. А материал-то сколько? Я обложусь книгами. Тут конца нету, чтобы точно выписать где. Я когда отдаю книги, я отдал их Богу. Все. Меня дальнейшее участие их совершенно не интересует. Я для Бога сделал. Люди приняли для Бога. Так и здесь. Эти ресурсы для Бога. Мне-то это не надо. Я себя не утешаю этим. Игнат Тихонович, самая болевая точка, одна из самых главных болевых точек, и по которой, кстати, скоро вам будут бить, это канонический статус общины. Ну, нисколько, вообще ни одного удара не сделают даже. Их никого не касается, в первую очередь. Никого это не касается. У нас после того, как придумали они это о каноническом общении, а закулисно стали говорить об объединении, не было там ни одного слова об объединении. Возникло 13 юрисдикций, все законные. Я завтра к любой могу пристать. Но мы понимаем, у них есть один пункт у этих юрисдикций, который неприемлемый. Я должен признать московскую патриархию безблагодатной. А мы на это никогда не пойдем. Ну, давайте так. Я начну, собственно говоря, с этого искушения. То есть, вопрос. То есть, если, ну, мое отношение к любым искушениям, оно в духе Иова. То есть, хотя против него восстал завистливый ангел, но его позиция такова. Делал это Господь. Бог дал, Бог взял. И, собственно говоря, когда меня начинают бить люди, я задаю всегда себе вопрос. Господи, что Ты хочешь показать, что слабое в моем месте? Здесь уже врачуется это так. Либо делается защита, причем защита достаточно серьезная, либо это место просто бьется, ну, как не знаю, как у кратек. Есть болезненные точки, от которых просто отбивают, что они становятся нечислими. Вот. Так вот, с серьезным искушением, я могу сказать, мне уже известно, и я считаю, это болевая точка, и она должна быть решена, это однозначно должна быть решена, причем решена с запасом прочности. Дело в том, что... Так, минутку, я буду останавливать. Решена что? Решена с большим запасом прочности. А, вот он. Я кое-где останавливаю, от меня расслышат, попросите меня. Понятно. Так вот, дело в том, что сделали, судя по всему, томские священники запрос к митрополиту Иллариона в Соединенные Штаты. И уже пришло письмо. Ну. Где он, как говорится, отказался. Где он сказал, что вы не входите в юрисдикцию русской православной зарубежной церкви вот так вот. Ну и что меняет это? Что меняет это? Ну, а вот теперь следующее. На самом деле, для людей... Здесь тоже, кстати, важный момент. Вот давайте представим себе ситуацию. Вы умрете, умрет отец Аким. Да. Кто будет священником в общине? Давайте возьмем такой вариант, на который подбивают. Они завтра отравят отца Акима, меня задушат. Ничего не меняется. Община остается. Наступает день причастия. Мы сходили в московский храм любой. Мы же не признаем безблагодатное. Для нас вообще ничего нету того, что непереходимое. Мы сегодня, завтра можем... Вот сегодня исповедовалось полцеркви у нас, и завтра причащаются. А нет его... Мы пошли сейчас в Покровский собор, служили два епископа, и всех детей привезли, и все причастились. К нам это не относится. Мы московскую патриархию всегда признавали. Нас долбили и долбили за рубежи. Кого признаете? Это вообще безблагодатное. Наша позиция единственная правильная была. Нам не пришлось еще ни менять, ни во взглядах, ничего. Для нас это нету. Но, в общем, будет, мы также будем собирать, молиться. Наступило время причастия, мы сходили, причастились, исповедовались. Но будем приходить уже одетые по форме, у нас еще не меняется. Говорят, вот вы обратились тогда-то за 53 года, что у вас изменилось? У меня ничего не изменилось, но углубилось. Я вначале считал, главное, что пробуждения нет. Люди не понимают, не понимают Слово Божие, потому что на славянском языке. Дальше годы проходят, я понял, что за этим еще стоит. А кто это вел? Это вело монашество. Они стояли на страже, не допускали никого к познанию, не давали перевод. То есть, вот в это углубление, в этой теме только. А мне сразу было открыто. Не так, что тебя пять лет проверил, а теперь мне открылось, и я понял. У меня вообще этого не было. Я вот сегодня покаялся, и мне как будто заново Господь скрыл крышку и положил свое. Но я-то еще думал по-человечески, что только в этом. Оказывается, нет. И почему они? Я не мог разрешить вопрос. Почему так против перевода Библии на русский язык? Я не могу найти ответа нигде. И, наконец, нашел. Я нашел. И митрополит Пиларет говорит. Царю, когда было, это при Александре же было, это при Николае даже первом начале они. Ни под каким видом нельзя давать. Если люди будут знать Библию на русском языке, в стране начнется революция. Самый правильный ответ. Они поймут, тысячу лет шли не в том направлении. Они-то бьют меня за монашество. А я говорю, монахи, это герои. Это самые крепкие люди, самые самоотверженные. Но! Но! Вы их заблокировали. Вот такие неженатые люди. Да они до края света прошли бы. Мусульманства не было бы. Поэтому их вина безмерная. Не было бы ни фашизма, ни коммунизма. Они дальше-то не понимают, что я говорю, за этим стоит-то. Была бы проповедь. Жили люди. А почему в революцию баптист не один не пошел? Ни один. Если бы была твердая даже национальная нашим обычаям, как у соробрядцев. Ни один соробрядец в революцию не пошел. Все это пошли Никаньяне. Вот мы должны договорить последние точки. Значит, вернуть слово Божие на родном русском языке, о чем Хеофан Затворник говорил. И уже на кромочке попытаться засыпиться где-то. Так, я понял. Значит, ситуация с простыми людьми очень простая. Община есть. Люди причащаются. Замечательно. Но здесь повисает тогда еще не убитый, не отравленный отец Экин. Господи помилуй, конечно. Вот. Если его епископ, который он поминает, говорит, он вообще не в моей юрисдикции. Да, создается для Никаньян. Это проблема. То есть священник остается без архиерея. Он вообще никому не подчиняется. То есть он в подвешенном состоянии. Прямо разговариваете, понимаете? Максим, дальше не говорите, не грешите. Ну зачем разговаривать языком безбожества? Все вот эти иерархии, что перед ступенькой этого нельзя. Это уже 362 правило патриарха Тихона полностью устранило. Кто, где находится, там и служит. Никого нигде не было. Всех порубили. Зачем мы подвигаем к погибели себя? Бог не устанавливал эту иерархию. От меня это не зависит. Нет ни одного священника. Ну не было их. Вообще не было-то. Венчались. Как? Иконы благословили, заменяло венчание. А причастия его не было. Во всей стране не было. Никто его не знал. Да куда поедешь-то? Один какой-то поп и все. Вот сейчас они подгоняют обязательно, чтобы кому-то, чтобы меня можно было задавить. А Бог так необычно сделал. Не могут. А чтобы в мировой практике спросить, а было ли такое, чтобы архиерей сказал, а меня не поминайте. Ни одного правила нет. Непоминающие такие были. Непоминающие там вот иосифляне были, которые оговорились. Кафангелу подчинялись. Ну тогда еще это во времена Сергия. Ну а чтобы за то, что поминают и наказания никакого нет. Это закулисная игра идет. Этого не было ни на совещаниях нигде. Мы оставались, остаемся русская, православная, зарубежная церковь. Это поставили задачу всех уничтожить, а у них не получается. Нам зачем на их стороне быть-то? А если бы вы сейчас были патриархией, голову свернули в один день, книги все запрещенные. А Господь так сделал. А они это начали играть-то. Мы не изменили ничего. Это Путин. Путин решил, что объедините. И 365 точек по всему миру его будут. Это невиданный успех. Никакое циротто не могло сделать, чтобы 365 штаб-квартир в Советском Союзе сделать. Путин сделал. Через кого? Через церковную иерархию. А те бы не пошли. Они практически уже висели. Мне митрополит Виталий говорит, цифры не точно дают об иммиграции. Было не 5 тысяч, а 7 миллионов. И не 5 миллионов, а 7 миллионов. А едва ли осталось 350 тысяч. А люди приезжают сюда. Прищищаться нельзя. Они на раздвоенном. И в конце концов пришли. Деваться некуда больше. А им больше ничего нельзя было делать. Пошли на это объединение. Объединения это не было. На зарубежная церковь осталась. Только миром, миром я буду теперь командовать. Ну, детская игра идет. Чего мы на это причиняться должны? Они сказали, у нас приезжает митрополит, служит патриарх. Вот только последнее, 16 сентября. Сам митрополит Сергий поминает слух патриарха Кирилла, преосвященного Илариона. Ну, и его дьякон его сглашает. Это уже дальше видеть ничего не получается. Давайте еще. Они нас едают где-то. У них больше ничего нет. Ну, и пусть они делают. Между мной и Христом никого нет. Он меня будет спрашивать на суде Божьем, не эту иерархию. Иерархия нужна мертвецам. Иерархия одна. Я ее признаю, этого вполне достаточно. Я признаю, причащаюсь. А меня перекидывать, как гольф, не надо. Зачем это нужно? Они меня загоняют туда, куда моя душа протестует. Я никуда, я сижу на месте, ничего я не менял. Я пошел в отдел инвестиций, говорю, сейчас это такое вот. Надо какое-то перерегистрируем. Говорит, ничего не надо. Держите свой статус. И ни по мирской, ни по духовной линии мы ничего не нарушили, ни в догматике. А они сказали. Ну, сказали и сказали. Слова повисли, потому что они незаконные. За 2000 лет не было случая, чтобы архиерей вот так отбрасывал общину или кого-то за то, что там кто-то решил. Этого не было. Это прецедент мирового отступничества будет. Вот если апостаси захватило за горло, а они, эти люди, не знают. Ему нужно обязательно епископ подойти, навеличать за ним этот, говорится, павлиний хвост тащить. А мы этим не нуждаемся. Мы служим Богу, как и есть. Приезжает епископ патриархийный, целуемся, благословляемся, патриарха поминаем. Мы ни в чем не повинны. Но им не это нужно. Им нужно нас в какие-то рамки взять, чтобы сразу покончить. А так они не могут взять. Это Бог так сделал, не мы. Тогда, когда мы говорили, что патриархия благодатная, зарубежники нас буквально скручивали. Вот я был, к примеру сказать, перед отъездом в Америку, у меня была встреча, тогда у них был митрополит Алипий у старобрядцев. Белокринской иерархии, которая московская патриархия признается. Но они много слышали, тем более я там вначале был в Венчалисе. Вот. Последний вопрос. Первый, значит. Я говорю, нам говорили, что какое-то на нас отучение было где-то. Да зачем это? Ну, бросьте. Я говорю, нет, найдите. Послали секретаря, он искал, вернулся. Ничего нет. Последний вопрос. Вы как считаете, московская патриархия совершает причастие, это действительно? А тут священники сидят, митрополит, это как патриарх у них. Я говорю, конечно. Он встал сразу. Ну, о чем с ним больше разговаривать? У меня сейчас с Корнилем прекрасные отношения. Просто, как бы не погода, он бы заехал из Барнаула в Потеряевку. Но уехал. Я ему подарил книги. Благодарствие на такое письмо. Как много я нашел. Как много нового здесь. И выслал мне 100 проповедей митрополита Корнилия. Дайте мне отзыв на нее. Ну, как. Я стал считать и дал ему отзыв. Но в конце приписал. Я говорю, у нас в Потеряевке есть старобрядцы белокринской иерархии. Они раньше ходили, а сейчас их зажали нельзя никак. Ну, то есть, как вот эти. Там свои такие же. Если пойдете от причастия, то еще причастием играет Попа. Это самая страшная в мире игра. Если на этот вопрос отвечать придется в алтаре. Он мне сразу ответил. Мы этого не можем позволить. А они сказали. Вы попросите митрополита, чтобы разрешил. Не причащается просто. Ну, на богослужении быть-то. Вот выйдем. Занятия можно. За обедом можно. На литургию нельзя. Почему? И он мне ответил. Потому. Потому что в вашей книге я прочитал. Что вы говорите, что равноспасительно троеперстий и двоеперстий. Мы на это пойти не можем. Это митрополит говорит. Хороший митрополит. Редкий души человек. Ну, неужели я должен ориентир теперь держать-то туда? Вот они кого зазирают. Ну, возьми сейчас вот он в Омске. Вы знаете, Тихон Пасечник-то. Мы очень близкие. Я завтра могу у него быть. Но мы не пойдем из-за первого пункта никогда. Наша позиция – сидеть спокойно и трудиться для Бога. А Гавангел там был. Адрески. Ну, могли бы там быть. Тоже нет. Признать патриархию безблагодатной. Для нас это непереходимый барьер. А те, которые нас обвиняли за то, что мы признаем, когда там они были, они первые через нас перемахнули уже в патриархии. А мы стояли и стоим прямо. Мы ни в чем не повинны. Ни перед митрополитом. Поэтому всякие прещения не имеют никакой канонической, никакой ни моральной, ни нравственной, ни божественной силы. Им нужно нас уничтожить. Чтобы не звучал голос правды, голос обличения. Но по сегодняшний день Бог нас хранит. В чистоте. И когда они приезжают, нам архимандриты, они фотографируют это наш правило, нормы. Еще ни один не выполнил. Ни один. Вот ответ. А это вообще даже вопросы не ставим. Они ничего не могут. В пустоту бьют. Нас это не касается. Это ваша игра. Мы в ней не участвуем. А, кстати, вас в соборе-то опознают, что вы из общины-то не причащают свободно, да? Как? На соборе вас узнают и причащают свободно? В Барнаульском, в Московской Патриархии. Да как же так? Да специально приехал наш епископ, вместе служат. И он стоит, стоит и сам и причащает. Что знать-то? Отец Аким в этот день в алтаре у них служит. И потом они напишут все. Игнат Тихович, то есть на самом деле я, как важно, уточняю, если запись у нас идет. То есть в последнее время кто-то свободно причащался. Все понимают, что это из этой общины, да? И свободно причащают в ваш соборе, священники от собора. Так ведь? Я говорю не о вчерашнем деле. Приезжал сюда епископ, епископ Евтихий. А тогда был еще Максим. В это время мы объявили, епископ наш приехал в службу. Собирайте всех детей. И мы туда приехали. Идет богослужение. Батюшка, отец Аким в алтаре. Все это заснято, сфотографировано. И мы всех детей там причащаем. В Покровском соборе Московского Патриархата. Я не знаю, что еще нужно-то. Так, Игнать Тихонович, я опять уточняю, вы не поняли. Вот это тогда было, а сейчас, вот последние полгода, год. Ну а зачем нам идти-то, когда батюшка есть? Зачем нам год? Что из этого изменилось? Ну если человек придет и причастится, проблем не возникает. Не было случая. Ну хорошо. А если у вас человек пошел в армию и примет присягу? Проблема. Я слово проблему не употребляю, считаю, оно не нужно. Я говорю, у нас нет этого. Ну а если было-было, вернулся, ничего ему нет. И ничего нет. Но у нас все подают заявление в военкомат. Я не отказываюсь от службы. И получив это заявление, наших вообще не призывают. Никого. Тут Бог начинает заступать. Вот сейчас кто-то пойдет. А что он пойдет, когда батюшка здесь? Отца духовного, каноническое правило запрещает. Два канона, которые запрещают менять духовного отца. Чего ради я буду менять его? Я тут исповедуюсь. Это мой духовный врач. У них претензии к одному. Каким образом нас убить? У них больше ничего нет. И зачем я буду разбирать? Пускай они разбирают. Мне некогда этим заниматься. Я молюсь. У меня времени нет. Я молюсь. Понимаете? Свободного времени от молитвы просто нет у меня. Ну, я понял ситуацию. То есть вы прояснили. Это высказано. Это написано. Хорошо. Значит, следующий момент. Тут я даже поделюсь своим опытом. То, что я на самом деле приобрел из событий последующих. В том числе из конфликта. Кстати, практически все они отображены в статье. В двух даже статьях. Первое, это одна из моих статей о благодарности. И, кстати, о последствиях данного конфликта, который сейчас возник. В том числе с участием наших в Томских клириках. Дело в том, что, я считаю, это психологический закон. Если человек считает действительно какого-то, например, умного человека дураком, и он его осуждает таковым, то психологически человек, осудивший его и посчитавший его заблудца, начинает деградировать в том, где он несправедливо осудил. Например, человек благотворительный, а он его считает жадиной. В человеке, который его так посчитал, как раз жадность начинает проявляться. Человек, например, в молитвене, а он его там охаял как-то. В результате чего в тебе начинают теряться те добродетели и науки, которые ты не понял, не увидел и охаял. Это очень важный такой момент. И на самом деле, мой прогноз относительно священников, которые так поступили, в ближайшее время как раз по тем позициям начнет деградация. Вот обозначил ты себя уже миссионером, начнутся серьезные проблемы, которые, собственно говоря, и доведут до серьезного кризиса, до запрещения или серьезных искушений. Это раз. Тут вопрос как раз, здесь нужно уметь ждать. Собственно говоря, это моя позиция. Так, ну, вопрос в том, чтобы не... Уметь ждать. Ждать. Уметь ждать. То есть я делюсь на самом деле опытом. Это Кутуза говорил так. Отсидеться, говорит, и ждать. И воевать не надо с Наполеоном было бы. Правильно. Если бы на Березине не били бы, они после Березина объединились и потом уже начали огрызаться. Здесь я тоже с этим согласен. То есть на самом деле, вот дальше я, если по возможности можно будет вырезать, но не до всех это сказано, потому что тут еще я немножко похваляюсь своей практикой. Неполезно это. И не должны эти люди знать. Ну тогда отложи это до конца, не говори. Мне жалко этот ролик губить. На самом деле это надо убрать будет. Это просто потери. В конце скажете, мы выключим, потом заново запишем. Пожалуйста. Нет, на самом деле у меня не теряется. Ничего не бойся с нами. Понимаете, мы Христу доверяемся. Ну ладно, давайте, по крайней мере, если что, этот ролик задержите на полгода хотя бы. Давайте так. Вот. Так вот, дело в том, что миссия, это всегда конфликт. Согласитесь? Миссия? Миссия. Да. Миссия. Это всегда конфликт. Потому что вот я пришел, и я проповедую человеку с определенным мировоззрением. Моя задача, чтобы моя проповедь в его голове вызвала конфликт. В результате этого конфликта с тем прошлым, что у него имеется знанием, происходит, либо человек к тебе обращается, либо начинает тебя ненавидеть и желать убить. Так ведь? Да. Вот. И поэтому, на самом деле, можно решать многие ситуации постановкой человека. Будь то чиновника, будь то священника, будь то какую-то организацию. Вот состояние вот этого выбора. И в случае неправильного выбора, а здесь тоже очень важный момент, Господь, мы даем уже, как бы сказать, повод для суда Божьего. Понимаете, когда человек живет, живет он такой, а внутри-то в него кипит-кипит, а никак не выходит этот гной-то. И вот как раз состояние выбора, он уже начинает реализовывать свои действия. Я могу привести нескольких примеров, когда, я уже сейчас оцениваю это как бы так и перспективно, когда я ставил людей в состоянии выбора. Будем считать, что все-таки по Божьему внушению. Когда я сюда переехал, я столкнулся с деятельностью начальника департамента по культуре Андреем Кузичкиным, которая просто активнейшим образом поддерживала сектантов, вот, потом еще начал поддерживать садомитов, и в театре, и так, и эдак. Несколько у меня критических статей, я насчет его написал, и так далее, и так далее. Но он еще больше, что называется, больше активничал, активно поддерживал, устраивал мероприятия просектантские, даже деньги сектам давал. Там Кришнаи, там по 100 тысяч ежегодного дня. Кстати, маленькая секта, в год получает 100 тысяч рублей. Ну, они себе там ведительство... 100 тысяч. 100 тысяч. Представляете, а в секты 50 человек. Они там кухню ведительскую себе сделали, там колонки и прочее. Ну, чем это дело закончилось? Перед началом его отставки было заведено уголовное дело за растрату некоммерческих, так сказать, небюджетных средств. Его признали виновным, запретили ему занимать руководящие должности. Он некоторое время помотался по Томску, сейчас инвировал куда? В Эстонию. Следующий у нас чиновник активно подключился с сектантом, это Нелли Степанова Кречетова, причем это все чиновники уровня заму, заму, заму губернатора. Вот, активно начала поддерживать тех же Кришнаидов, сыскандалов в Кандинке, потом это Шудом Папахватгид и еще более того начала ходить по кинопоказам, там это бок о бок, это гомосексуалисты свои кинофестивали проводят. Тоже была поставлена в ситуацию выбора, я несколько статей писал, но участвовала в очень интересные события, ушла в отставку. Активно у нас поддерживал телевидение, ТВ-2, как у нас все называют, Тель-Авив ТВ, ну, можете себе представить, с жидовским финансированием. И слушайте, прошло какое-то время, у них сгорел фидер, это ретранслятор, причем советский, их на полгода отключили, потом еще лишили цели, сейчас они видят сайты только существуют. То есть на самом деле важно не постоянно поддерживать какую-то конфликтную ситуацию, важно обозначить его, что называется поставить человека перед состоянием выбора, а дальше нужно ждать. И вот, что на самом деле, неправильная ваша позиция в отношении, ну, известных нам людей, вот понимаете, вот осы загудели, вы опять палкой, вот, в сцене на плотине, на следующем ролике, опять это, все время они гудят, 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 на самом деле выбор уже сделал. Они же только еще больше разбаляются. И самое главное, вот я не зря это писал потом в моем мире, это тратить и свою энергию. То есть вместо того, чтобы переключиться на какие-то более созидательные вещи, ты в результате приходится реагировать на их конфликт. Вот сколько все усилий потрачено с Ютубом, сколько потрачено слов совсем не про то и так далее. То есть вот, поэтому, Игнат Тихович, здесь надо просто подождать. И последнее у вас где-то шестой, что ли, ответы на вопросы. Я прямо так рад, что так и фамилии никого не называете. Ну, все-таки, слава Богу, что возник этот конфликт с Ютубом, с вырезанием роликов. Но как-то так более спокойно, все, они вошли в состояние выбора, надо ждать. Пока вот этот грех, который они в себя пустили, вот эта порча начнет их разъедать. Причем вы спокойно, как ни в чем не бывало, занимаетесь нужными делами, проповедью, общением с сектантами, бывшими, нынешними и прочее. Вы просто делаете свое дело. А здесь надо просто подождать. И вот эту тему, я вот особенно подчеркиваю, не надо, пожалуйста, ее подогревать. Не надо. Это только вы тогда синик распаляете. И потом приходится тратить, отгонять это джужжание. Следующий, кстати, очень важный момент. На самом деле у меня будет не 4 статьи, у меня будет 5 статьй. Дело в том, что, что называется, я, на самом деле, вы это естественным образом делаете, но это теоретически никак и не обозначило. То есть на самом деле есть 5 шагов или 5 принципов обличения человека или организации. Вот на самом деле, если и шаги исполнять, и как я только сейчас дошло, на самом деле я поступил абсолютно естественным образом. То есть первое, если ты хочешь действительно добиться положительного успеха, первое, надо обличить самого себя. Надо что? Обличить самого себя. Первое, кстати, что я и сделал. Второе, нужно похвалить человека или организацию. То есть найти все положительное, что они делают, это важно подчеркнуть. Третья ступень. Нужно попытаться оправдать их недостатки и объяснить, почему я это делаю. Четвертая ступень, как раз обличение. И, наконец, пятая ступень или пятый шаг, это уже, собственно говоря, те знания или поведение человека, но уже без недостатков. Вот. Так вот, мы вернемся теперь к тем искушениям, которые есть. Это как раз крещение. На самом деле, крещение, ладно, на самом деле очень много людей уже поддерживает эту позицию, что креститься нужно полным погружением. То есть, на самом деле, здесь вот это брожение уже заброшено, люди думают, я не вижу, что это проблема. Но для нас, скажем так, прихожан храмов Московской Патриархии, постоянно остаются два болезненных момента. Это отношение к монашесу, это раз, и отношение к мощам. И вот здесь-то как раз, понимая эти пять принципов, для того, чтобы, как мы недавно с семьей читали послание Киту, там есть его пожелание, чтобы слово твое было неукоризненное. То есть, даже критиковать так нужно, чтобы критики понимали, что предаться, в общем-то, не к чему. И вот поэтому, для того, чтобы снять остроту проблемы и по монашесу, и по мощам, все-таки надо как раз вот эти вещи, а, оправдание, б, оправдание недостатков, куда более расширить. Хотя вы, на самом деле, естественным образом говорите, что герой веры. То есть, надо еще больше подчеркнуть той положительной момента, что сделало монашество. Дело в том, что здесь тоже имеет серьезный момент, если ты полностью, например, скажем так, отрубишь, ну, вообще неправильно, надо по-другому поступать, и монашество ничего полезного не привело, а, к сожалению, об этом не говорите, какой пользы принесло монашество. Дело в том, что вас, те положительные качества, которые монашество и святые отцы принесли, вы сами попадетесь, вас начнут деградировать. Причем я удивлен, вы прочитали «Добротолюбие», но вот те тонкие вещи о психологии веры, ну, так по-современному, скажем, психологии веры, самонаблюдения, они, к сожалению, выпали из вашей головы. Вот, и поэтому я смотрю, например, смотрят Александр Андрусенко, Сергей Козлов, они понимают, что модель поведения другая, она не отражена вот в том опыте, не так это действует. То есть люди, вот вы закрыли абсолютно вгольной критикой монашество, как раз доступ к тому положительному, что есть. Поэтому, а это принципиальные вещи, ведь если люди говорят, ну, апостол Павел говорит, что если пища соблазняет брата, я не буду ее есть, то тем более надо и за слова следить. Потому что если немощные у нас соблазняются от этих слов, значит слова надо менять. Не менять идею, не менять направленность, но менять их направление. И вот поэтому по этой теме, видите, уже как пошел там, это, кстати, тот священник, он еромонах из Козырской епархии, то есть это собрат Антона Гулевича. То есть он не подписан был, а я где-то в комментариях потом обнаружил, что на самом деле это еромонах, все они из одного миссионерского дела, из Козырской епархии. Вот. То есть, видите, опять же он начинает, он и тоже, кстати, на самом деле соблазнялся, то есть вот так поверхностно пробежался и не понял. Потому что, к сожалению, нужно понимать у многих людей, вот я тоже, кстати, говорю, образное мышление, аллегорическое мышление, оно очень тяжело воспринимается. Мысл теряется. И поэтому вот эти ключевые крещения оставим, потом на самом деле, хоть они его долбают, но что-то все равно это не критично. Мощи и отношения к святым прошу расширить, подыскать, почему началось. Вот даже на самом деле не оттуда, по мощам можно найти. Значит, как началось, как святые отцы высказывались о мощах. У нас, кстати, на сайте по этому поводу есть, почему началось, почему это положительную роль сыграло, почему это закрепилось в практике. То есть, вы должны это людям рассказать. А дальше уже постепенно вы выскажите эти критические сильники. Вот если так вы будете делать, то есть люди, а то сразу, крупопоконники, бац, приехали. Но это примерно, как вам говорят, Лапкин уже миссионер. Вот сразу же дал лоб. То есть, это примерно такая же ситуация, и люди немощные искушаются. Вот это пожелание. И по поводу как раз монашества. Такая же просьба, Евгений Техович. Вот такие вот дела. Это искушение серьезное. Они решаются просто таким методом. Моя позиция. Что скажете? Я скажу, что новое вино в старые мехи и ветхие не вливаются. Я не буду спорить. А я говорил, я сказал и все. Я говорите, начнем с плотины. Я говорил, я должен был предупредить, что за этим идет. И видно было, что я не играю этим. У меня слишком длинный список тех, которые пытались воевать, и ни одного нет. Я их предупредил, а они не поняли. Все на этом я больше не касаюсь. Почему? У меня несколько короче путь. У вас грамота большая, а у меня никакой нет. И поэтому делать психологический анализ я не делаю. Я всех призываю на молитву, и мы молимся. Вот у меня друзья рядом. Чем больше они нападают, тем больше я Бога благодарю. Господи, значит, конец мой где-то близок. Иоанн Златоуст говорит, поношение, вот это, которое идет, оно труднее переносится, чем страдание тела. Иов перенес проказу, потерю детей, но упреки друзей он не мог выдержать. А это мне дано. И сейчас трудно найти, чтобы так вот нападали. И притом обмана шести одним словом, только я опровергаю это все, что они говорят, одним стихом. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. А они, наоборот, самое ценное высасывали за стенами, уходило в песок, не давая потомства. Я считал это Сидорова. Паломник выпустил. И нужно осознать себя, говорит, что это действительно так. Если не было проповеди, а это было умышлено, нельзя между собой разговаривать. Нельзя разговаривать ни вечерней, нигде. То есть Господь говорит, возвысь голос, иди, а здесь взяли, молчи и ничего не делай. Господь говорит, нет иного Бога, кроме меня. А тут главное, Ава скажет. Ава сказал это все. Вот у нас, допустим, Евтихий, епископ, его как-то спросили. Скажите, владыка, а что полезнее нам в настоящее время? Вот что говорит епископ, или что говорят святые отцы соборов? Он говорит, конечно, то, что сегодняшний епископ. Ну, неужели я должен говорить об этом? Это молчать или... Зачем? Я один раз сказал, отошел. Мы идем с Гедеоном, Докухин был, который ставропольским митрополитом. Я говорю, вот сейчас меня пригласили тут помочь одному. Ну, он уехал в Тагучинске, в вашей области там какой-то монастырь есть. Вот. А он живет в одном доме. В одном доме и общий ход, и все. В одном доме. Монах с монашкой. Ну, поговорить. Я пошел, стал говорить. Ну, это не мой соблазн делают. Я стал тогда говорить архиерею. А он говорит. Я говорю, правило Василия Великого. Вот говорит так. Он, Игнатий, ну, кто такой Василий Великий? Ну, такой же мужик, как мы. А отец Кирилл Сахов говорит, ну, уж этого Игнатий потерпеть не мог. Я ему высказал все. Я, понимаете, несколько с другой стороны рассматриваю, что Бог знает. Без его воли волос в голову не падает. И он определил Бог заранее. Якова я возлюбил, а Исаова возникло еще в утробе. И человеку нужно сказать, чтобы он слышал, чтобы не имел оправдания на суде Божьем. Меня совершенно не интересует, он обратится или нет. Меня задача не поставлена обращать, а написано свидетельствовать. Сеющий и поливающий – нуль. Ничто – нуль. А все Бог возвращающий. И моя задача – как можно больше людей охватить проповеди о Христе. Монахи запечатали все, и ни одного не пошло туда, откуда Мухаммад пришел. Ни одного. Повторяю, в 632 году Мухаммад умер. Почему не сделали это? А вот теперь спросим, а сегодня пошли? Нет. К себе, да, вот Серафим хороший, к нему вся страна иди. Но это вопреки словам Христа. Он говорит, идите. Он говорит, нет, я буду сидеть, меня сделают известным, а ко мне пускай идут. Я вот о чем говорю. Я говорю фактически. Игнат Тихонович, с другой стороны, обратите внимание, все наиболее известные, почитаемые монахи сейчас – это как раз все монахи-проповедники. Так ли? Ну возьмем, святитель Филарет Московский, святитель Николай Японский, Феофан Затворник. То есть фактически Максим Исповедник, Максим Грек. То есть это все люди пишущие, активно проповедующие. То есть на самом деле это очень такой положительный момент. Это тоже в дополнение к аргументу. Я всего знаю пять человек за всю историю России. Пять. Всего пять. Которые пошли и делали это. Кое-кого вы назвали, а кого-то не назвали. Стефан Киркский. И Накентий Вениаминов. Просветитель северных народов. Да. Это вот настоящее, которое выполнили завет Христов. Знаете, перед самой революцией был Григорий Петров. Я не знаю, сколько вам известно. И вот он пишет письмо Антонию. Метрополиту. И он об этом говорит. И вместо царства Христова строится царство попов и монахов. И когда строят сейчас, уже сам храм не виден. Столько пристроек, столько разных. Вот это надо юрисдикции. Обязательно прокладка из одного епископа. Над ним архиепископ. Там митрополит. Все человеческое рухнет и сгорит. Бог это не устанавливал. И я должен сказать и дальше работать. Мне некогда этим заниматься. У меня совершенно нет времени. Но они это делают. Они усиливают мою молитву. И днем, и ночью. Я благодарю за всех гонителей моего Господа Бога. Он допустил. Я, говорит, прошел огонь и воды, и медная труба. Медная труба это вот похвала, вы говорите. Но у меня какая похвала? Которые говорят, я его в черный список заношу. Со мной много-то они не разговаривают. Это одно предупреждение и вылетел из коробки. Вот они сейчас говорят. Господь знает. Он попустил злословить. Кому? Семей, сына, геры. Злословить. И Давид говорит, может... А Веса говорит, позволь, царь, я снесу с него голову. Я говорю, как рукомойник будто с ним. Он говорит, нет, может, Господь защитет мне это поношение. Я тоже человек. Даже я за собой что-то не знаю. Давид знал за собой. А я не знаю, у меня ничего не было такого. Но я знаю, Бог знает. И тем я не оправдываюсь. И поэтому Бог допускает, чтобы очистить перед отходом. И Он меня прощищает. А этих людей я только день и ночь прошу. Мои братья рядом знают. Господи, не вмини им в судный день. Но все их беззаконные дела разрушь, чтобы их не было. Чтобы они дальше не шли. Дай им покаяние. Не отпусти их из жизни без покаяния, чтобы они спаслись. Они усиливают мою элиту. У меня нет врагов. Нет. Если я благодарю, это уже не враг мне. А Сергий, один у меня знакомый священник где-то, ну там, сто лет назад жил, допустим. У него, знаю, трудности с квартирой. Я каждый день на молитве прошу, Господи, дай ему квартиру. А его отношение ко мне совершенно не касается. Я умею ждать. И я жду. Да, здесь надо уметь ждать. Кстати, вот тему с ИГИЛом вы подняли. На самом деле, она вытащила для меня лично несколько проблем, нерешаемых вопросов. Так вот, там была статья, на самом деле, может быть, это и обман, и ошибка, специальный взброс, что, мол, там какой-то судья объявил, что можно убивать детей даунов. И там в Сирии и Иракии... Подождите минутку. Что? Что можно убивать детей даунов. Да, у них принятый закон такой. Убивать там до трех недель. Кажется, до трех недель. Так вот. Так там другой закон. Шесть часов после смерти муж имеет право сокуполяться с женой смертвой. Ну, так вот, на самом деле, я посчитал. Дело в том, что болезнь достаточно распространенная. Так, примерно на тысячу детей рождается один. Ну, то есть, это раньше так было. Сейчас в современных условиях даже где-то один на полторы тысячи. Так вот, если брать, примерно, ну, количество бояков, которые там находятся, примерно 70 тысяч человек, вот, и далее, ну, и даже если теоретически предположить, что у них две жены, вот, и роды, и, на самом деле, я посчитал, что 38 даунов, которые они набрались, а причем там указано, что большинство из них родились от наемников иностранных. Да, да. То есть, в основном, снижаемость этой болезнью в десять раз больше, в десять раз больше, чем в среднем по всему миру. Вот. И тут начал смотреть как раз писание, как раз при мудрости Слаомона об этом говорится, и других, там действительно подчеркивается, что там же был страшный в этой неделе, с мотивами и так далее, и прочее. И там как раз, что потомство бояков будет несовершенным. Дальше потомство не будет сохранено. Я их написал, опубликовал, потом понял, ну, минуточку, а надо-то и про нас написать. То есть, ситуация... Что сказал, понял? Да, ситуация, это же про нас. Надо-то и про нас написать. Да, 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 да. Потому что, по сегодняшней статистике, 60% молодых людей живут уже в, так называемом, гражданском сожидании. 60%. То есть, фактически, основная часть молодежи живет в мудре. Да. Ну, по другим подсчетам, 97% женщин делали хотя бы один аборт. 97%. 97%. А хотя бы один, а так в целом, по 5-6, даже 15 раз. Вот. Поэтому, на самом деле, и вот в контексте этого, а потом вдруг не всплывалось как раз из Откровения, там ведь очень, на самом деле, интересный момент. То есть, у нас ведь это пророчество, что Москва Третий Рим, и он никогда не падет, ну, подразумевается, что это будет православное государство. Но, как ни странно, Откровение не отражает наличие на севере некого православного государства, которое будет активно сопротивляться Антификой. Да. Это очень интересный момент. Причем, что интересно, все события будут происходить вокруг Иерусалима. Вот. Это важный момент. И следующий важный момент. Там ведь, на самом деле, слова такие сказаны, что подчинится всякое племя, колено, всякий народ. Вот в чем дело. И мне лично дало это основание полагать, что, собственно говоря, в контексте этого, в контексте того, что мы сейчас происходим, ну, полпроцента верующих людей остановить вот эту волну будут не могут. То есть, у нас, судя по всему, русских ждет вымирание. И, судя по всему, мы уже не будем православной державой. Это раз. И, кстати, у меня есть после этого подозрение, что все-таки, обратите внимание, ну, придет, например, ну, сейчас уже чипы вставляю, давайте, китайцы могут подчиниться им. Подчинятся все. Все подчинятся до одного. Ну, давайте. Супер держава. Для них религиозная культура, христианская, иудаистическая, она абсолютно шутка. Дальше. Мусульмане подчинятся. А, это вы говорите, кому подчинятся? Православному царству? Нет, нет, нет. Я говорю про антихриста. Ну, и все народы подчинятся до одного. Поэтому, на самом деле, в контексте всего у меня есть такое подозрение, что, на самом деле, грядут просто колоссальные геополитические изменения народа, вот, что вполне возможно и ислам превратится в свое время в маленькую секту, которая, ну, просто не будет оказывать никакого влияния. Вполне возможно произойдет переформатирование Китая, вот. Потому что Индия, там полтора миллиарда человек, у них свои бога, боги, тем более, что это до сих пор одна из самых крупнейших идолопоклоннических стран. Ну, за идолопоклонничество, ну, оно же практически все истреблено на территории Южной, Северной Америки, в большей части, можно говорить, Европа, Восток, Палестина, Африка. Вот. Поэтому, на самом деле, вот, захватив с ИГИЛом, я понял, что, на самом деле, не все скоро так будет. И нас ждут просто колоссальные геополитические изменения, просто колоссальные. Но вот этот блуд тотальный, на самом деле, это проклятие. Жесточайшее проклятие. И остановить ее невозможно. Поэтому я, на самом деле, настроен очень пессимистично по теме Россия. У нас, как примерно сейчас это, состояние при Соломоне. Казалось бы, везде серебряные блюда, колоссальное могущество, колоссальный, колоссально авторитетный царь. И потом все это разом, моментом рассыпалось. Тут дело такое. Об этом говорит Осипов Алексей Ильич очень хорошо. Если до дела дойдет до Антихриста, то первые его примут и готовы воцарить, и помазать его, именно православно. У них жажда вот этого царя-искупителя. Я думаю, так и будет. А повернуть людей очень просто. Вот обыкновенный народ, немцы хорошо нам известны, 20-е годы. Подближается к 30-му году. Сказали бы, вот у вас будет вот то, с чем Гитлер заканчивал. Вот такое будет разрушение, будет такая история, такие идеи будут. Их убивают буквально. Вот сейчас берут у них интервью, или вот несколько лет назад. Она говорит, я не могу сказать даже сейчас, после полного разгрома, что мое отношение к Гитлеру изменилось. Я была в Гитлер-Юг. Мы любили его. Больше половины женщин желали иметь от него ребенка. Кто бы мог поверить, что кончится фашизм вот этим, и он придет к власти-то. Или в революции. Вот это придет ГУЛАГ и прочее. Это делается быстро. Основное выхлестали, кто против. А остальных у каждого придет свой митрополит Сергий. И вашей радости, нашей радости провозгласит. И все подчинятся одному. Скажут, вам нужна война. А там вверху не нужна. Терроризм, терроризм это главное, что она порождение этой же организации, которая приведет. Его искусственно создали. Ничего не могут сделать. Вам ювенальная нужна? Нужна. Так мы дадим правителя, который все это сделает. Ну, великий инквизитор Достоевского, братья Карамазовы. Так что прийти могут очень и очень быстро. Совершенно неожиданно. Вот сейчас терроризм они нагнетают. Вот после торгового центра и прочее. Терроризм, терроризм, терроризм. Это рядом. Сейчас только объявляют и все вне закона. Подряд четыре эдикта Диоклетиана. В первую очередь кто-то. Следующий, следующий. А четвертый эдикт, где бы не встретили, бейте, что в руках есть. Половина имени вам принадлежит. Полное, тотальное истребление. Останутся где-то кто-то. Единицы. Так что ситуация может... Тут на самом деле выходит, что подчинение будет чисто политическое. Но он ведь не ранее этого. Он не будет воспринять как политик. То есть на самом деле он как раз будет выдавать себя вместо Бога. Так и будет. Скажет, ваши боги... Я примерно так говорю. Боги ваши принесли вам то, что между людьми мир. Она говорит, у меня погибло семь сыновей. Я считал это раньше еще. Я буду есть одну картошку-шалупайку. То есть на побойке. Но лишь бы дети были со мною. И скажет, войн не будет. Кто за? Политически. Теперь ваши боги принесли вам избавление? Нет. Вот будет единый правитель. И он будет являть такие чудеса, что нельзя будет. Огонь с неба сводить будет. Игнат Тихонович. Игнат Тихонович. Но давайте так с вами. В Китае война есть. В Индии есть. В Аравии. Там есть война. Живут достаточно мирно. В Сирии не будем считать. То есть на самом-то деле, опять же вернемся. Будут серьезные геополитические изменения, катаклизмы. Война третья часть человечества должна исчезнуть. Третья. Это 2,5 миллиарда. Откровение об этом говорит. То есть о чем мы говорим? То есть будет страшенный катаклизм. И Москва должна быть сожжена. 17-18 главы Откровения. А то только о Москве говорится. Ну, давайте так. Дело в том, что там и об излюбленном городе говорится. И так далее. То есть я все-таки... Нам-то русским хочется, что мы какое-то значимое держава. Но на самом деле могут просто остаться. Как от Вавиона ничего. Но не в смысле, что это будет центральный какой-то Вавилон. Я вот в этом не верю. Вы про Россию говорите, что еще не будет? Россия никак не отмечена. То есть это всплеснуло она на какое-то. И, видимо, опять исчезнет. Да нет об этом разговора. Это не центральный Вавилон. Моим хулителям не до меня будет. В скором времени. Они не будут знать, куда им голову преклонить. Они начнут к новому голенищу жаться. Они будут мои странички искать, по срочке высчитывать. Придет время. Я в это верю. Потому что вот сегодня я вам скинул материал, что Соболев говорит. Сравнивать снятие. Это у меня что бескомпромиссное. А тот говорит правильно, все самый хороший человек. Но с компромиссом. Как бы меня не стонули с места. Как бы не сдвинули. Андрей Кураев говорит. Игнать, им все равно. Собор, не собор. Не сходится с Библией. А мне не все равно, что скажет епископ. Что скажет Синод. А для меня это абсолютно никакого значения не имеет. Есть Синод? Нет. Нет. Бог повелел, а я иду и делаю. Но на первом месте, как у Иеремии, искоренять, истреблять, уничтожать. И только на четвертом месте строить. Ну, в принципе, что хотел, то сказал. Еще раз попрошу. Вот две болезни, на самом деле, темы для нас. И люди впадают в искушение. Надо тоже понимать, это немощь. Не злоба людей, а немощь. То есть развить вот эти два принципа по отношению монашеских мощам, сделать, может быть, даже специально более расширенно. Ну, это несложно найти в интернете. То есть это ключевые моменты, по которым вас, что называется, тыкают. Я считаю, что Господь показывает. Апологетика этого, раз это пока слабо. Вот поэтому на эту тему можно сделать даже часовой видеоразбор. Ну, вы же потратили столько времени на разбор в евангельском ключе «Жития святых». Это важный, кстати, момент. Принципиально важный момент. А это две важные темы. По крещению, я думаю, нет смысла. Раз это все сказано, все добавлено. Статьи есть. Причем, только у нас на сайте я несколько статей набрал. Да, да, да. То есть это тоже уже по этому поводу. Даже, собственно говоря, нашел я акты святителя Луки воина Есенецкого. То есть они у нас на сайте опубликованы. Так, кто? Что нашли? Акты. Я нашел указы, указы, архиерейские указы. Святителя Луки воина Есенецкого. Да, да. И он как раз фактически своих священников говорил, это недопустимо, это попрани. И там есть такие слова. Такие слова реально там есть, где написано, что те, которые крещены обливанием и мочением, должны быть перекрещены. То есть это слова архиерея русской православной церкви, которую канонизировали. То есть даже это уже нет. И когда я людям это показываю, вот мне люди спорят, ну как-то начинают это... Брат, подождите. Дело в том, что на них и это не действует. Вот я нахожусь в городе Томске. Нам нужно, я принес книги, подарить архиерею. А его нету. Я зашел, нету. Сказали, а вот у него такой-то там семинарий, преподает Бурмистров. Может, знаете его? Был? Да, знаю. Бурмистров. Он выходит. Я подошел так. Что хотели? Я говорю, вот книги. А кто вы такой? Я Лапкин. Лапкин? Ну, как он сразу... Ну, я принес, говорю, симфонию на жития святых. И там два благословения. Наши тихие, и внизу благословение, там РПЦЗ, и внизу МПМ Максим. Он посмотрел благословение. Так это уже 10 лет назад. Я говорю, так еще оно протухло или что? Как он начал при семинаристах? Меня он не читал, не видел ничего, но с такой яростью. А у меня тут племянник, родная сестра стоит. Я его пытаюсь остановить. Бесполезное дело. Я же приехал вас не учить ничего, подарить книги, которые у патриарха. Я подарил многим архиереям. За один день только 125 экземпляров, по три тома, подарил священникам, которые были здесь на исповеди. Мы специально тут разработали, где, покуда выходят, и всем, чтобы подарить. Он не под каким видом-то. А потом с этим священником, который нападает, говорил, он говорит, да его что-то убрали или ушел там. Я вижу, в следующий день мы в храме стояли, он что-то зашел долго-долго. Я подумал, уж не кается ли он. Я ни в чем не повинен перед ними-то. Ну, а он другим теперь говорит, ну, хорошо, отрезали мне головы, что у вас изменится? Моя голова за вас молится. Я могу только благодарить Бога. Мне нисколько здесь нету. Даже за худое намерение, Златоуст говорит, он облещил, но неправильно. И тогда поцелую его за намерение. Я молюсь за них. Каждый день произошло их именно всех. Там и в Америке, которая и здесь. Но я знаю, какая причина. В первую очередь, подкаблучники, как вы говорите. Жена его в то время ни разу не вышла к экрану. И он говорит, жена больная, дети больные. Что я? А она долбит. Тебе нужен этот от лапки? Нужен. А тебя выгонят, куда пойдешь? Это очень важный момент. Она, ночная кукушка, дневную перекукует. Второе. Засветила что-то, поправит свое положение на место свергнутого какого-то, допустим, вас. И он тогда из кожи вылупается. Ему надо доказать, что он супер православный. А на мне зубы многие пообломали, тащили. Ничего не получится. Нету. Я не отвечаю взаимностью. У меня нет никаких данных. Я никто совершенно. Я печник и сторож. Вот и все. Печь нужна будет, я приду, сделаю. Ну, вот они нападают. Ну, фактически, они на меня нападаются. Вот он выступает и говорит. А лапкин сказал так, что посты, посты, которые не евангельского устроения. Ну, пусть он покажет по Евангелию. Дальше-то почему? Но я сказал, я православный. И выполняю так, что любой монах, говорит, скажет, он не нарушает. Ни дети, никто масло не получит. Дальше я сказал против монашества. Ну, вы не договариваете. Почему я сказал-то? Не потому, что плохие. Да, не договариваются. Я об этом написал. Почему-то все об этом умывали. Чтобы на проповедь шли. Главное, на проповедь. Мы потеряли все. Возникли мусульмане, коммунисты, фашисты. Вот почему я говорю. Их бы не было. Если бы люди обратились ко Христу. Я только в одном направлении бью. А мощи? И с праха, и вправа. Больше ничего я не говорю. Остальное я вам выслал материал. Что в Библии говорит. И что говорят жития святых. Более глубокого материала вообще нет. Андрей Кураев видел. Говорит, у нас сегодня по нанотехнологии готовы в каждом доме, чтобы были мощи. Игнатий ничего своего не сказал. Он, говорит, поднял целые пласты. И просто так, говорит, на кривой кобыле это не объедешь. Он увидел это. Потом он приезжал ко мне сюда, в Барнауле, книги мои брал. Тут такое дело. Я люблю моего Бога, люблю Христа. Люблю Библию. Все в этом заключается. А Господь меня учит здесь как. Друзья у меня такие. Вот только он сейчас нападает на щаву, он уже в мою молитву попал. Все. Вот мама его, Никитина. Где Никита-то? Он там за компьютером смотрит сегодня Семен Столбник, фильм такой. Никита, покажи сегодня Максиму-то. Приветствую. Его мама получила книги, я подарил ему, чтобы маме отослал. Видели там? И она сидит с книгами и как благодарит за своего сына. Я говорю, она знает, как ему летом было. Он говорит, знает. Теперь я у ней разряд повысил. Теперь я молюсь отдельно за проповедников, отдельно за пьяниц, отдельно за болящих. Теперь она перешла в число родственников. Почему? Кто рядом, я их перевожу в родственников. И теперь мама его, Елена, у меня в каждой молитве рядом с родными. У меня свой подход. Вот сейчас зашел там человек верующий. А что это семикратная молитва? Я его не знаю. Но я один раз только ответил. Один. И сегодня уже ответ получил. Как я рад. Я не знал. А это не Серафимова правила. Я сам до этого дошел. Стал молиться. Господи, а как это давить? Я увидел, что он уже по семь минут. Три святое. Сто поклонов всем святым. Я в среднем на каждые сто поклонов поминаю примерно 70 святых. 70 на память. Так признаю или не признаюсь? 70. Если семь раз, значит, считай, сколько это раз в день? А вчера у меня день более свободный. Я 12 раз на молитву стал. И каждый раз поминаю 70 святых. Прошу на помощь. А он не признает. У меня икон негде, даже повесить негде бумажку. Столько икон. А он икону не признает. Ну как, я говорю, сжевать ее, съесть или что нужно на ваше? Они говорят, зачем я буду оправдываться? Я считаю, мне это не надо делать. Я умею ждать от Бога. Тем более, я давно перешел рубеж, 70 лет. Вот-вот и крепость кончится моя. Я тут еще такие эксперименты делаю. У меня два голубя эти дикие. В зараженном этим тут верстячке эти породистые болели. И теперь я посмотрю, как. А их поймал и посадил туда. Они готовы вот-вот снестись. Так, а вопрос. А с чего у вас вертячка-то взялась-то? Она у всех голубятников. Я понимаю, но вот они переборели. Может быть, залетел от кого-то. Никто не знает. Объяснение болезни нет. И неизлечимое. Совершенно. Но ни на кого она не передается. Ни на людей, ни на скот. Ничего нет. У него голова заворачивается. Он клюет куда-то кверху. И все вдруг кончилось. Может быть, он как раз от диких и выражается. Они-то более устойчивые. Нет, нет. Вот я еще хотел дальше по той теме даунов сказать. Я высчитал когда-то. Сейчас цифра может у меня не такая быть. Когда Гитлер пришел к власти. Всех, которые уродливые. Любого возраста. Все показано в фильме. Как они проходят проверку. И совершенно вот так вот закинуты где-то. Все. Его изымают. Дальше и врачи консилиумы делают. Можно. Нельзя. Травоядный образ жизни. Все. В печь домашним выдали коробочку с пеплом. И сколько? Я могу ошибиться здесь. 75 тысяч. Германия освободилась от ненужного балласта. Самое-то главное, что когда война кончилась, снова появилось 75 и застановилось. Это крест нации. Крест нации. И больше нету. Нету. Нормальные люди рождаются. Эти умирает на их место. Новый даун родится. Так не только даун. Но там, ну, разное там совершенно не соображает. Тут надо будет уметь ждать и благодарить Бога. За все благодарите. Вот эти гонители пришли. Они не дают. Ну, для того, говорят, и щука, чтобы карась-то не дремал. Я же понимаю, мы в разных весовых категориях. Что какой-то там Дулевич или кого-то. Зачем мне поминать его? Он ничего не знает, я вижу. Но я знаю причины, из-за чего они такие. И страшусь этого. Причина у всех одинаковая. И поэтому вы написали, если признать Лапкин прав, то то-то и то-то в третьей части. Признать прав, то то-то и то-то. Вы открыто высказали это. Вы первый. Вам приоритет в этом вопросе. Я сегодня с батюшкой отцом Акимов все это просчитал, третье ваше, третье там, счастье. Я говорю, ну как, ну, что скажешь-то. Я лично вас благодарю. И мне не надо искать было кого-то. Вы сами появились в свое время, когда нужно. Я вас не знал. И свел, а тот сделался как бы неприятелем. Но я сейчас молюсь за него. Ему не устоять. Никому не устоять. У меня такая радостная молитва, что Бог меня избрал. Такие нападки. Радуйтесь, веселитесь. Так что скажите им всем, скажите, а вас болезнуют. И молятся кого-то. В этой ситуации у меня есть своя коры. В этом году, кстати, 1 ноября исполнилось 15 лет моего служения. То есть именно 1 ноября 2000 года архиепископ Уфимский, старик Томаский Никон, делал указ, чтобы назначить меня руководителем миссионерского дела Уфимской епархии. То есть у меня это 15-й год, вот ровно. Юбилей вот прошел. Вот. И на самом деле для меня эта ситуация такова, что, ну, я не могу сказать, что я был хорошим миссионером. У меня много было ошибок. Много нестыковок, лени и так далее. Это рубеж, на самом деле, очень важный. И поэтому, если я как раз бы занял позицию, такой против, однозначно, не увидев бы тех положительных моментов, которые есть в вашей жизни, я бы на самом деле себе подписал приговор. То есть вот если бы я вот так вот подписался в этом месте с Артем Сергием, уже миссионер, такое-то прочее, я себе приговоры бы приписал. То есть на самом деле это как все происходит. Я ставлю нам долги наши, я говорю, что мы оставляем должникам наши. Я оправдал человека и пытаюсь оправдывать человека. Так на самом деле я себя оправдываю. Я на самом деле свое будущее в миссии защищал. То есть у меня есть такой тонкий, важный момент. Ну а с другой стороны я не хочу потерять то, что уже приобрел лично от вас. И те науки, которые появились у меня, независимые от вас, но они у меня есть. То есть если я сейчас вот просто войду в такой штопор, что это катастрофа на самом деле. Это катастрофа. Нет, я не могу с вами согласиться. У меня было все изымали, поднимались против, и ничего не было. Это все только для прославления Бога. Я отвечаю, что мне никак КГБ не повредило. И никто, никто никогда, Златоуст, говорит, ты сам себе не повредишь. Если ты себе, говорит, сам не поможешь, ни я, ни Бог тебе не поможет. Все в табе, как у Льва Толстого один мужик говорил, все в табе. Вот я благодарю Бога, все. Все, ты, говорит, стоишь в церкви, ты молишься, а денег-то нету, прорезали. Да какая же это церковь? Да тут никого и не было. Да как же так-то? Да что это за церковь? Вот это сатана, говорит, и хотел. А если ты возблагодарил Бога, то он получил то, чего не хотел. Это язва для него, когда мы Бога благодарим. Мы мгновенно поднялись на вторую ступень молитвы. Первая просительная, вторая благодарение, третье словословие, ангельская песня. Вот и все. Я благодарю. И поэтому... Максим вам сказал, что если бы он против вас поднялся, для него была бы катастрофа. А я думаю, вы вообще про себя не расслышали, простите. Я не расслышал. Я просто говорил, что будто бы, если вас снимут там и катастрофа, я на этот вопрос как бы отвечаю. Нет, то есть как раз на самом деле, то вот если бы я присоединился, для меня бы это была катастрофа. Потому что 15-й год это тоже рубеж. Подводится. А ты вообще что сделал-то? То есть мне просто бы припомнило все мои грехи. И все. Вот поразительно, на самом деле. Вроде бы казалось бы, тут и отец Алексей восстал, и желает мое увольнение. А на самом деле, все как раз здесь наоборот. Для меня было бы это как раз катастрофой, если бы я присоединился ко всему этому. Да. То есть мне бы припомнились, на самом деле. Каким судом судишь, вот каким судом судишь, таким и будет тебя судить. А какой суд? То есть в данном случае, как раз блажение человека оправдывать, чем осуждать. Ну хотя, все равно напишу, но чуть попозже. Потому что что-то там они химичат. То есть, на самом деле, какие-то готовятся серьезные вещи, вот. Пусть пока сами что-то скажут, а я, может, чуть попозже опишу. Но пятую статью буду писать. И знаете, как ее назову? Система Лапкина без Лапковщины. Ваш как? У меня подход еще такой есть. Я сказал как-то, один тут грамотный человек, и говорит, ой, это я себе, говорит, в арсенал взял. Я люблю такие афоризмы. Я говорю, верующий никогда не спорит, знающий истину. Он возвещает ее. Написано, со Христом спорили. Написано, с апостолами спорили. Но ни Христос, ни апостол не спорили. Моя задача сказать. Почему 3.10 Китуи, говорит, после первого-второго вразумления отвращайся. Ибо он в будущем самоосужден. Его бесполезно. Он прописан в другом месте. В другом. Его там нет. И поэтому я туда не затащу. И Христос не мог всех обратить. Они врагами остались. Распяли его апостолы. И киллеры были. Тут ничего нет. Главное возвестить, сказать. А какой момент? Они молились, святые. Просили перед смертью дать время помолиться. И когда они молились, это была их проповедь. Последняя, самая жгучая для палачей. Они молились за них. Я молюсь за всех гонителей своих. Каждый день благодарю. Что Бог меня удостоил. Вот этого великого, радостного подвига. В конце жизни. Быть гонимым. Но меня-то они не гонят. Потому что они не понимают. Писание не знают. Ни одного места этот монах не приводит. Я говорю, по Евангелию меня судите. Во свете Библии. А я сказал, говорит, а что, говорят, они самоубийцы будут вас звать-то? По основе... Во свете Библии-то они ни один ничего не скажут. Во свете Библии. А остальное меня вообще не касается. Я совсем соглашусь. Если это не так, я скажу, ну, ошибался, тот-то. И все. Но Евангелие, по нему будет судить. Вот 12.48 Евангелия Теана меня сделала с эпиграфом. В первый день, когда я обратился. Я Господь не сужу на слово, которое я говорил, а оно будет судить. А раз оно будет судить, я понял, все мои знания, конституция, угождение властям, священникам не имеют никакого значения на суде Божьем. А тут читают Златоуста. Иудеи представят Моисея. Мы закон избирали. Мы радовались. Он говорит, а я вам сказал, там 18.5 Второзакония. Среди вас возникнет пророка, как меня, его слушайте. И все закрылось. Моисея их там будет обличать. Здесь у нас Евангелие на нашей стороне. Я это понял и 53 года. Вы 15 лет справляете. Я 54 год. Так что и ни разу еще не было, чтобы Господь меня посрамил, когда я Ему доверяюсь. И даже намека на это не было. Я возвестил. Они не поняли. Когда меня судили, самые поганые на меня свидетельства были от священников. Самые лживые. Но на суде ничего это не прошло. Понимаете? Они стали говорить, да я это не писал. А судья говорит, так вот же написано. Вы говорили, вот с ваших слов. Ваша подпись стоит, что Лапкин ждет Мессию с запада. А я говорю, не с запада. Я жду его грядущего на облаках великих. И когда этот отец Михаил Скачков стоит, а я тогда шагнул из-за барьера, за барьером надо сидеть. А он стоит на кафедре. Подошел и говорю, отчего, благословите. Я вас прощаю, меня простите. Как охранники-то бросились? А я уже отошел. А потом говорит, как они сделали хитро. И главное, простил и благословился. И он сразу улыбнулся. Он такой был, ему неудобно было. Я испытал столько, что вот эти обвинители, они, может, все вместе никогда не переживут. У меня за плечами не один день вот этого. Я видел, что самая лучшая борьба – это благодарение. И у меня всегда на сердце радостно. Меня они не видят. Ну, вас гонят, вас убивают. Это ничего не касается, это плоть. Душа моя с Господом радуется. Я не погрешил против них. Я строго облечил, строго сказал на плотине. Все, закрыта тема. Больше я им ни слова не говорю. Теперь перехожу на другую ступень. Благодарение. Вы умный человек. Вы психологический анализ делаете. Я ни одного слова не могу написать, как вы. Я только знаю одно. Мне дано это, я взял. Благодарение и любовь. А вас я нигде не опровергаю. Потому что ваша грамота мне недостижимая. Я просто другой человек. Я вас воспринял, я их понимаю. И почему они делают, понимаю. Потому что вне этой обоймы, где они находятся, они – ничто. Им обязательно нужно. Один – это противник, а несколько – это уже кодло. Кодло называется это, ну, свора собак. И все. Потому что он один не может выйти. Ну, выйдете меня, вызовете. Монах какой-то. На основании Библии открывайте. Покажите, что монашество – божественное устроение. Я покажу, кто монашество основал. Петр, сделаем три кущи. А Господь говорит, там беснуется. Иди туда. Вот основатель монашества. Но ничего не получилось. Это первая попытка. И кончилась она полным крахом. Я это исследовал все. Откуда это произошло? Якожа Мажаху. Мажаху – это с людьми. Кровь Христа омывает от всякого греха. Это третья часть предложения. 1, 7, 1 Иоанна. Первая часть написана. Если ходим во свете, как он во свете. А это ложь, клевета, преследование. Разве это во свете? Они друг у друга, лжепророки воруют. Я ни у кого не беру. Я не просто Мне дано это Я прям на молитве только кончилась Я говорю, мне сегодня вот прям такую мысль хочется сказать Дальше батюшка пришел Там звонки звонят Он с кармана только достает А я ему говорю, этот звонит Он смотрит, тот звонит Как знал? Я никак не знал, я просто брякнул языком Чтобы ты заранее подготовился к разговору Если это дано, оно мое Я не могу его отрицать А это лукавый подошел, у меня ничего нету Он еще не возьмет Лукавый подходит А молитва У меня лукавый подходил, если не слышишь, я расскажу Я конспектирую Златоуста Живу один в доме, большой дом Они построили его И случилось, муж заболел Она Захара Улита Григорьевна Город Искитим Его взяли на операцию и зарезали Сын лезет в петлю, второй А третий сын Третий у него был Два сына, дочь Там башня большая Подняли на это На насыпи-то Не закрепили ногами И она как пошла И опрокинулась Срывать там Болтом Башню водонапорную Сорвать опалубку надо было И как ударилась И так смерть Она все говорила Вот еще Колю на ноги подниму А Колю на ноги не надо Уже в могилу И она обратилась к Богу И в это время она услышала Как я проповел в вагоне У меня было такое, что Я где на квартире живу А тебе продают А та приехала и купила дом Чтобы я с ней жил Бабке 75 лет И вот там Я сижу и конспектирую Златоуста И вдруг как сзади Как холод обдает Ни голоса ничего не слышу А мысль Сейчас я сделаю так Что ты с ума сойдешь И все от того, что веришь И бросишься в окно Свет не выключай Ага То есть он рассказал Открыл свои планы Я сразу же здесь За столом становлюсь на колени И молюсь для того Что от него праха не остается Но теперь Сарай за углем идти Там в огороде Уже свет никогда не включаю Все делаю только в темноте Все, что я узнал Я делаю так, как я Сестра жила, приехала Она все время слышит шорохи Какие-то ночью там По чердаку ходит Я ничего не слышу Я говорю, ты заметь За сколько я засыпаю А я работаю на стройке Бетон вожу Но строитель У меня три грыжи Она смотрит за мной Где-то 40 секунд Я полностью уже уснул Я знаю метод быстрого засыпания Какой? Никого не злись Не ревнуй Не завидуй Пять не Как, допустим Без пяти Б никому не спастись Это я вас Ну, как миссионера Говорю Б первое Загибайте Бог Библия Благовестие Благословение Будущее Без этого ни один не спасется И вот и без этих не Трудно спать А вот обидел Да не досказал Да не высказал У меня ничего этого нету Нету Я ничего не сказал Я только молился Да у меня друзья какие Все знают И отовсюду звонят Как дела Как Молимся А что будет Не знаю Вот Витя Который был там в лагере Женился нынче там На Аяне У него Маму сегодня хоронят Она умерла Надежда звать Поменить ее Она у нас крещение принимала Вот молился Молился Она обратилась А потом отец пришел к Богу Сестра обратилась Молитва Я за них молюсь Им не устоять А Виктор Виктор живет в Потеряевке В Потеряевке Учителем Учитель он сегодня С батюшкой наверное Выехал Ну теперь на похороны Умерла Это не было для меня Неожиданностью А почему я за вас молюсь И вашей рукой И сам Господь Все это вывел Он настаивает на то Чтобы в этом я Ну что-то сделал Другое Мне не надо Ничего больше Я благодарю Бога А раз я благодарю Значит Сатана никак не может Стиснуться оттуда За все благодарите Первое Писание 5.18 За все Об этом Оптинские старцы говорят И они ничего не могут Я один раз им сказал Да я говорил Я должен был сказать Я вот работаю У меня вот работа Гуру закапывают деньги Но вы-то покажите Хоть раз Эти рожи стоят Молятся Зазомбированные Вот Я сейчас начал показывать Вот эти Мне тему-то дала Прошлое воскресенье Одна Щита Колесниковых Николай Иоанн Чтобы вот Вопросы вот так задавали И у меня же сегодня Затут рутом Седьмая будет стоять Примерно по часовой программе Потом я убавлю Но сначала больше сбросить Как пишут письма Как люди благодарят Что есть Какие вопросы Что сегодня говорим У меня все там есть Совершенно прозрачно Как А я вижу сколько людей Главное Нападать стали Я стал говорить У меня Количество посещений На форуме Увеличилось Там оно небольшое Все-таки На пятьдесят человек Ну для моего форума Это А там тысяча пятьсот восемьдесят тем Огромных тем Это Бог делает так И что с вами Это познакомились Это чудо Божие И что вы приехали Чудо Божие И как я могу Бога не благодарить Вот он приехал Вот он Вы знаете как он Сначала что тебе попало Пленка моя Пленка старая Потом Потом дали три книги Открытым локом От отца Сергия получил Потом он жалел о том Что он мне дал Эх эти книги Три книги Да он тоже Он тоже Он меня тоже познакомил Игнатий Тихонович Привез книги Я потом как раз У них там Яросхимодах Еще ветеран войны Это другой Хамуха А другой Другой Сергий Наш Ему девяносто второй год Сейчас идет А понял Он как ты просился ко мне А еще тебе ответил Ну когда Это звонил Игнатий Тихонович говорит Я сижу на книгах И бери книги Читай Сиди Садись на них Я отказываю Через год я ему позвонил Ну он уже сказал Приезжай Год прошел Чтобы мне это Приехать Я сидел этот год На книгах На этих всех Никита Сколько звонил И звонил Единошахта работает В конце концов Разрешил Разрешил Вот он здесь Анализировал Смотрел Сравнивал И приходил к выводу Однозначному Что прав Игнатий Тихонович Где-то я был Не согласен Да Может быть Поначалу Так как у меня Дух-то это Православие Такого Богослужебного Сидел крепко Ну рассматривая Объективно Все это Я приходил к выводу Что я не могу Спорить Если Правда На стороне Игнатий Тихонович Все Я это замолкаю И иду дальше Ну ладно Подведем итоги На самом деле Здесь надо уметь Ждать Все разрешить Да Я только хотел сказать На будущее Чтобы нам не потерять Друг друга Вы сказали И это все Не настаивайте Чтобы меня Где-то Ну свернуть На другое Я же все проверяю Вы не думайте Что вы сказали Я так и забыл Я сразу на молитве Я по-другому Не умею Я не стал В книгах искать Вот Максим Сказал не так Это он придумывает Я на молитву И призвал всех Молюсь Все Мне прямая связь С Богом Я молюсь А что как Бог усмотрит Да не такой И тем не оправдываюсь Павел говорит Я за собой ничего Не знаю Просто не знаю У меня не было Но тем я не оправдываюсь Кстати Давайте так Все таки Тему я подниму Насчет канонического Общения Вот смотрите Сейчас Такая ситуация Почему вы тоже Не поставили Этот вопрос И кстати Снимется Очень много Претензий В том числе И со стороны Критиков Первое Есть два А вторичных Человек И вы Атир Хеаким Раз Есть очень Благожелательное Отношение Митрополита Сергия А почему бы Вам не составить Соглашение Ну Не вынести Этот вопрос На Общую общину То есть Составить Соответствующее Соглашение О принятии Общения Канонического Вот Где говорить Все условия На самом деле Возможности Потому что А чего бояться Ну ладно Вы в Барнауле Поедете причащаться А Потеряевский Это как Вот И с другой стороны Вот например Виктор учится На священника Его же будут руку полагать Куда Кто Куда он денет В какое подвешенное состояние Попадет Он не думает Не думает пока Господь усмотрит Сын мой Кого в жертву приносить Господь знает Авраам Говорит Да То есть На самом деле Это тоже Юридический документ Вот у нас же есть Диноведческие приходы Они живут Вполне своей жизнью Но Вот именно Вот это Соглашение О принятии Канонического Общения Причем Если это Решится Вся община Будут оговорены Юридически Все документы Безусловно Община не может Рухнуть Потому что Община будет Говорит На самом деле Это снимет Очень серьезное Напряжение Это серьезное Нападка Из-за этого происходит Что он и крестит Неканоническим Неподвешен И прочее Они же действуют Это тоже вопрос Вы подумайте На этот вопрос Так у кого вопрос Возникает Они пусть и решают У нас этого вопроса нет Зачем я за ним буду решать У нас вообще Этот вопрос не возникает Я туда пойду Каноническое общение У нас есть Мы ничего не ищем Почему я должен Теперь решать Чего-то Что нас совершенно Не волнует И не интересует Как будет Сегодня так А завтра Заботы на каждый день Хватает Завтра может У нас домов Даже не будет И ни храмов Ничего Зачем я буду Договор Мы сидим за столом А Евтихий сидит В епархии И Максим Это Дмитриев Вы знаете Что с ним сейчас делается В суд-то на него подали Монахиню Он там избил Порвал на ней апостольник 263 человека Подписали подпись Это В интернете Везде Все наполнено Это Ну дело-то не в этом Но что Ну вот Евтихий для вас Не гарант Он говорит Какой он гарант Ельцин говорил Если перестройка не пойдет На рельсы голову положу Но какой он гарант Он больной-то А теперь Ни Евтихия нету Ни Максима нету Такой гарант Эти документы Я не подписывал Да это был у нас Антоний Масендич Он-то в авто В Украинской Был митрополитом Потом вернулся На Архимандрита Заново Перерукоположили Ну с авантюрный характер 41 год умер Ему ли не хватало С чего жить А что решил Таблетками Скинуть Полсентира С себя Да не получилось А хорошие были отношения Просто хорошие Ну и дальше-то что И мы Никуда не лезем Не трогаем Что их так волнует Напряжение какое-то Это только для одного Все это Для того Чтобы нас убить И зачем я буду им Содействовать Или как-то Пусть делают что хотят У меня некогда этим заниматься По отношению их У меня претензий Намного больше Определите свое происхождение Откройте народу Что Московская патриархия Образована Сталином и Берием В сентябре 43 года И вы без них Шагу не могли шагнуть А тут тоталитарный режим Заговорили Я их знаю слишком хорошо И они всех Которые В мировой истории не было Всех Которые сидели Арестованы Сразу объявили Врагами народа Чтобы церковь Отказалась От исповедников От мучеников В истории церкви В истории церкви этого не было А для них это ничего не значит Ничего не значит Зачем я буду лезть и к ним Вот мне Когда сейчас Вы знаете Каким образом С Андрусенко Козловым-то говорили Фактически Это ваше четвертое счастье Попросил Мое слово сегодняшнее Ничем не отвечает От вчерашнего Я это докажу Самые лучшие доказательства Это те Которые сегодня Нападки Они подтвердили Они такими Они другими не могут быть Это система Не успели еще что-то сделать Уже все Ищи другую работу Тебя скручат На самом деле Подобные разговоры То что у нас здесь То есть это просто Концентрация На самом деле Ответы на него умение Да Да Ну ладно Игнать Тихонович Ладно Долго мы общаемся Так Ну ладно Долго-то долго Вы не против Что я выставлю ролик Давайте с задержкой его Хорошо Иногда Напоминайте мне О нем Ролик-то хороший Но я не лукавил Нигде Я верю Что вы никогда Не лукавите Говорите как есть Давайте сделаем С задержкой Потому что Январь будет у нас Очень горячим Да Пожалуйста Будет очень горячим Вот То есть Какие-то там Попрошения Не знаю Чем они закончатся Но мне важно Подождать Если этот ролик Выйдет После уже событий Он будет Даже как бы Дерзая за наглость Пророчить А если не прав То не прав Хорошо Я согласен Хорошо Все благ Спасибо Христос Он у меня будет Под замком стоять Загруженный С Богом Субтитры создавал DimaTorzok